Здравствуйте! В эфире программа «За здоровье». Мы обсуждаем темы, которые касаются самого ценного нашего здоровья и хорошего самочувствия. Вот что вас ждет в этом выпуске. Министр здравоохранения Юрий Литвинов вручил памятные награды победителям медицинских викторин и мастер-классов в Москве. А в рамках программы «Земский доктор, земский фельдшер» в прошлом году на Ставрополье было привлечено 87 новых медицинских специалистов. Александровской районной больницы обновили автопарк. Ставропольский краевой клинический онкодиспансер стал первой медорганизацией в СКФО, внедрившей микрохирургию в лечение онкобольных. Что такое диспансеризация? Как долго времени она занимает? Что вообще входит в диспансеризацию? Диспансеризацию, углубленная диспансеризация, что в себя включает? Нужно ли заранее записываться? Зачем нужны профосмотры и как часто нужно их проходить? Также посмотрим сюжет. В селе Савлинском Александровского округа провели капитальный ремонт амулаторий, в ходе которого заменили коммуникации, обновили кабинеты и фасад. В самом конце выпуска сразу анонсируют для вас, дорогие телезрители, наша новая рубрика «Фрейдзона» с психологом Андреем Прилатовым. Не пропустите. Это все в сегодняшнем выпуске, но немного позже. А пока мы начинаем с традиционных новостей медицинской отрасли Ставропольского края. Министр здравоохранения Юрий Литвинов посетил стенд Ставрополья в рамках недели здравоохранения на выставке-форуме «Россия» в Москве. Он протестировал научно-развлекательные площадки, которые подготовили краевые специалисты. Помимо этого Юрий Витальевич вручил памятные награды победителям викторин и мастер-классов. Ребята были очень рады получить сувениры и грамоты. Однако настоящим призом для них стали полученные на выставке знания. К примеру, навык оказания первой помощи при попадании инородных тел в дыхательные пути. Также гостям предлагали испытать аппаратно-программный комплекс, на котором проводится сеанс коррекции психосоматического состояния человека. А в рамках успешной реализации программы «Земский доктор, земский фельдшер» в 2023 году в Ставропольском крае было привлечено 87 новых медспециалистов. Этот кадровый прирост включил в себя 72 врача и 15 специалистов среднего медицинского персонала, таких как фельдшеры-акушерки, медицинские сестры фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов. Благодаря этому цель проекта была успешно исполнена на 100%, обеспечив высококвалифицированным персоналом медицинские учреждения региона. В соответствии с программой, выплаты предоставлены 38 врачам в размере 1 миллиона рублей, а также 34 врачам 1,5 миллиона рублей. Специалистам среднего медицинского персонала было предоставлено 500 тысяч рублей для 7 человек и 750 тысяч рублей для 8 человек. В рамках реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения в Александровской районной больнице обновили автопарк. С начала текущего года больница получила 5 единиц транспортной техники из 7 предусмотренных по заключенному контракту. Новые 4 автомобиля и 1 автобус предназначены для обслуживания вызовов на дому, оказания неотложной помощи, транспортировки пациентов в больницы, автобус для транспортировки на гемодиализ, доставки биологического материала в лаборатории, доставки лекарств больным. Санитарные автомобили обновили все амбулаторные учреждения округа. Теперь у врачей появилась возможность оказывать медицинскую помощь оперативнее. Ставропольский краевой клинический онкодиспансер стал первой медорганизацией в СКФО внедрившей микрохирургию в лечение онкобольных. Этому способствовала реализация нацпроекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», по которому было приобретено высокотехнологичное оборудование. К примеру, операционный микроскоп с 7-кратным увеличением, малогабаритный доплеровский звуковой индикатор скорости кровотока, оптические бинокуляры с увеличением. Общая стоимость оборудования составила более 13 миллионов рублей. Микрохирургические операции являются очень сложными с технической точки зрения и требуют более высокого уровня подготовки оперирующего хирурга, анестезиологической и реанимационной служб, их междисциплинарного взаимодействия на этапе планирования проведения оперативного вмешательства и реабилитации пациента. Но достигнутый в ходе этих действий результат оказывается оправданным с учётом дальнейшей длительности жизни пациентов. Что такое диспансеризация? Как много времени занимает диспансеризация? Что же входит в неё? Углублённая диспансеризация? Что в себя включает? Нужно ли заранее для этого записываться? Зачем нужны профосмотры? И как часто нужно их проходить? Чем, собственно, профосмотр принципиально отличается от диспансеризации? Будем вместе разбираться. Наш гость в студии сегодня главный врач городской больницы Невиномыска Елена Геннадьевна Ирхова, врач высшей категории, кандидат медицинских наук. И я вас приветствую в нашей студии. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, если говорить о том, а что же, собственно, такое диспансеризация? Для чего она нужна? Главная её цель. Будем, как бы, поступать. Ну, во-первых, диспансеризация, конечно, это комплекс плановых профилактических мероприятий, которые включают в себя как плановые, так и дополнительные методы обследования. На самом деле, это очень на сегодняшний день приоритетная задача для медицины выявление на ранней стадии неинфекционных хронических заболеваний. Мы все сегодня живём достаточно активной жизнью. Мы часто не думаем о себе, не заботимся, не находим времени для себя. Имеем достаточно пагубные привычки, такие как курение, алкоголь, нерациональное питание, малые физические нагрузки, что, в принципе, и в конечном итоге приводит к развитию, конечно, этих неинфекционных хронических заболеваний. Это такое, как и поднятие артериального давления, это и сахарный диабет, это и хронические заболевания лёгких, ну и, к сожалению, в том числе и онкологии. Вот поэтому на сегодняшний день наша задача максимально охватить население нашей большой необъятной Родины данными профилактическими мероприятиями. На самом деле диспансеризация – это очень нужный проект, который сегодня внедрён государством. И лично я считаю, что это часть на самом деле гигиены человеческой. Это пройти диспансеризацию, человек должен точно так же, как умыться и почистить зубы. Ну, это вот, поэтому мы должны заботиться о себе. И это и есть диспансеризация – первый шаг. Стоит отметить, что диспансеризация, такого понятия и, ну, как бы, такого действия, функционала нет во многих странах мира, в том числе и в развитых. Я не имею в виду страны третьего мира сейчас, а я говорю про развитые страны вполне. Они либо подобного рода, ну, как бы, такие, как бы, чекапы здоровья, да, какие-то скрининговые мероприятия, они платны и не входят в медицинское страхование, они входят в страховку. А у россиян есть такая возможность всё это пройти по полису, бесплатно. Там нет таких очередей. Ну, во-первых, вы абсолютно правильно отметили, что на сегодняшний день государство заинтересовано и всеми своими действиями показывает, что оно готово предоставить гражданам бесплатную медицинскую помощь, в том числе и диспансеризацию. Это первая задача – это увеличить продолжительность нашей жизни. И самое главное – качество нашей жизни, чтобы мы вместе могли, как говорится, радоваться каждому дню, радоваться своим детям, солнцу и жить, как говорится, улыбающе, идти навстречу хорошим событиям в нашей жизни. Поэтому всё сегодня сделано для того, чтобы граждане имели возможность пройти абсолютно бесплатно по полюсу УМС в течение абсолютно короткого времени. Это при желании, да и не только при желании, мы, медики, сделали всё, чтобы это можно было сделать в течение одного рабочего дня. Поэтому нужно пользоваться этими возможностями. А не игнорировать их. Абсолютно. Ну, просто вот есть такой контингент, который, ну, как бы, у меня ничего не болит, я чувствую себя хорошо, в принципе, да. Какой смысл мне проходить диспансеризацию, даже если это мой, там, год диспансеризации, если, там, возрастные какие-то вот вещи, когда диспансеризация проходит ежегодно, а не раз в три года, да. Вот что можно сказать этим людям, как бы, которые считают, что ничего не беспокоит, значит, всё в органах и системах в порядке. Спасибо, наверное, за этот вопрос, потому что я являюсь главным врачом многопрофильного учреждения. И в наше учреждение входит не только амбулаторно-поликлиническое звено, которое проводит диспансеризацию, но и в том числе принимает пациентов, как плановых для лечения в стационаре, так и экстренных пациентов. И что мы видим? Очень часто мы занимаемся анализом, это нужно нам для нашей работы в дальнейшем, что выявить в том числе, может быть, где-то мы пропустили, где-то что-то не доработали. И когда поступают пациенты к нам уже в тяжёлых состояниях, инфарктах, инсультах, гипертонических кризах, с тяжелейшими сахарными диабетами, то мы пытаемся выяснить, всё-таки обращались они раньше к участковому врачу, были ли они на приёме, состояли ли они на учёте. И, как правило, 90% из этих пациентов, которые к нам попадают уже, к сожалению, в тяжёлой своей жизненной ситуации по здоровью, как правило, никуда не обращались. Но, к сожалению, при попадании уже в таких тяжёлых ситуациях в больницу, доктора, они же тоже, как говорится, некудесники, и они делают всё возможное, чтобы помочь. Но бывают ситуации, когда уже поздно. Хотелось бы, конечно, отметить, к сожалению, что часть этих пациентов на самом деле достаточно молоды. Они достаточно активные, я имею в виду работоспособные, это 30 лет и 40 лет, и 50 лет. И сегодня возраст не является, скажем, панацеем, что вот будет мне, я буду постарше, тогда и пойду. Вот так это делать неправильно. На сегодняшний день государством, опять же, предусмотрено с 18 лет прохождения диспансеризации. И ежегодно у нас разработаны различные формы этой диспансеризации для разных возрастных групп. И я, как врач, как женщина, как мать, призываю все возраста пройти диспансеризацию, профилактические медосмотры, ну, любое какое-либо обследование в плановом порядке, и не ждать, когда что-то заболеет. Тем более, что это бесплатно. Вот вы сказали, что диспансеризация занимает один день, ну, это такое, среднестатистическое. Но иногда, когда что-то выявляется, или нужно знать какие-то дополнительные анализы, какой максимум по времени? Ну, здесь, значит, я бы сказала, конечно, тут вопрос возникает, что именно выявили. На первом этапе действительно диспансеризации мы проходим, флюорографическое обследование, общий анализ крови. Мы проходим на сахар, на холестерин анализы. Это мы все делаем. Мы общаемся с терапевтом. При получении уже результатов и видим какие-то уже риски, да, вот этот первый-первый течень мы проходим в течение дня. При выявлении каких-то рисков отклонений мы уже направляем пациента, соответственно, к узким специалистам. Это может быть и эндокринолог, и невролог, и уролог, и кардиолог, ну, и все возможные специалисты, которые сегодня есть по направлениям. От этого зависит, конечно, и время до обследования. Но на самом деле у нас есть тоже нормативные документы, в которых мы в плановом порядке должны в течение 14 дней предоставить посещение, в том числе и узкого специалиста. Но, опять-таки, если мы все-таки выявляем более серьезную проблему, то и заниматься ей нужно будет более длительно. Почему? И все время мы возвращаемся к тому, что приходите, пожалуйста, когда у вас ничего не болит и не беспокоит. Нам проще контролировать, вести вас, проще понимать ваше состояние здоровья, корректировать и в том числе рекомендовать, возможно, какие-то, может быть, спортивные, ЛФК, школы, правильное питание. Мы как раз-таки открыты, все медицинское сообщество открыто к тому, чтобы пациенты приходили к нам до того момента, когда у них возникнут серьезные болезни. Потому что медицина не стоит на месте. Она идет вперед своими технологиями, своими оборудованием, возможностями, квалификацией специалистов. И, конечно, все, что мы сделаем до момента серьезных заболеваний, перспективы вылечиться максимально велики и никогда дальше не болит. И жить, еще раз повторяю, качественной, долгой жизнью. Тем более, что диспансеризация. Я сама заполняла анкету неоднократно. Я видела, что это плюс индивидуального подхода. Потому что не только твой анамнез ты пишешь в этой анкете. То есть заболевания хронические, оперативное вмешательство и так далее. То есть доктор изучает твой анамнез, еще и анамнез семейный. То есть были ли в ближайшей первой линии родственников опухоли злокачественные, сахарный диабет, сердечно-сосудистые, катастрофы, инсульты, инфаркты и так далее. То есть при изучении этой анкеты могут назначиться еще какие-то допы. Помимо тех анализов первой статьи, которые вы перечислили, вас могут еще и проверить на возможность, на риски повторения тех заболеваний, которые были у родственников первой линии. Это очень важная история, особенно учитывая, что диспансеризация – это 18+. При учете того, что онкология молодеет, сердечно-сосудистые катастрофы, к сожалению, тоже молодеют, потому что 20+, и мы видим и инфаркты, и инсульты. И это, к сожалению, сегодня не единичные случаи. Если говорить о том, как понять мне, по какому году рождения, то есть когда я могу пройти диспансеризацию, где можно увидеть эту информацию? Ну, на самом деле информация достаточно активно нами распространена. Это можно посмотреть на сайте любого медицинского учреждения, и не только в Ставропольском крае, но и Российской Федерации. Потому что мы все работаем в рамках одного приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации, и стандарты у нас у всех одинаковые. Поэтому, начиная от возраста, заканчивая перечнем обследования и исследований, все вы можете посмотреть на сайте любого медицинского учреждения. Но диспансеризацию, как я уже сказала, что может нам пройти от 18 и, как говорится, до бесконечности. И очень бы хотелось, чтобы эта бесконечность была действительно достаточно долгой. Подлежат ее раз в три года непосредственно диспансеризации. Это до 40, да? Это, я сейчас скажу, это, значит, до 39 лет, а потом уже диспансеризации подлежат ежегодно. Значит, это раз в три года диспансеризация, после 40 лет это уже ежегодная диспансеризация. Хочу, опять же, обратить внимание, что с 1 января 2019 года государством было предоставлено один день за счет работодателя, оплачиваемый. То есть человек не тратит как свое личное время, за что мы всегда переживаем. Даже финансово учли здесь все, сказать, возможно, чтобы не было потери. Поэтому в течение одного дня он может пройти этот, так сказать, первый этап своей диспансеризации. После, конечно, 40 лет там уже более углубленное происходит. Там разработаны разные программы и для женщин, и для мужчин. Там уже присоединяются в том числе скрининги на выявление на ранней стадии онкологических заболеваний. У женщин это и рак шейки матки, и рак молочной железы, и колоноректальный рак. Это у женщин. У мужчин 45 лет это уже идет обследование на рак предстательной железы. В 45 лет также проходит, в народе больше понимает, как ФГДС, обследование желудка. Это такое достаточно сейчас распространенное, к сожалению, онкологическое заболевание, в том числе связанное с нашим неправильным питанием, образом жизни. И, к сожалению, оно очень долго себя не проявляет. Очень долго, и уже болевые ощущения мы понимаем на третьей, на четвертой стадии. Это, к сожалению, очень поздно. Если мы выявляем это на первой стадии, то есть в рамках диспансеризации, когда нас ничего не беспокоит, более 90% – это мало то, что излечивание, это продолжительность жизни, и не влияет ни в коем случае на общее ощущение того мира и вокруг. Поэтому абсолютно разные программы, абсолютно разные подходы. Но, опять же, если даже в 18 лет кто-то придёт и будет понимание у врача, что всё-таки нужно позаниматься более глубоко, то это же не отменяет до обследования и абсолютно разных, там, ЭКГ, КТ, там, ну, всё, что необходимо у ЗДГ сосудов. Ну, то есть различные мероприятия медицинские до момента, пока доктор не выяснит, в чём всё-таки проблема, какие нужно дать рекомендации, как нужно наблюдать этого пациента. У нас мы также ведём диспансерное наблюдение пациентов при выявлении. Не важно, ранее это стадия, позднее это стадия. У нас всё это как бы есть, мы всё это знаем, мы с этим работаем. Мы очень как бы стараемся для наших жителей Ставропольского края, я думаю, что я скажу за всех медиков России, мы все стараемся, и нам очень приятно, когда мы видим, что наши пациенты не болеют или выздоравливают. Спасибо большое за это замечание. Мы немножечко отречёмся от нашей основной темы программы. Посмотрим материал. В селе Саблинском Александровского округа провели капитальный ремонт амбулатории, в ходе которого заменили коммуникации, обновили кабинеты и фасад, а подробности в материале моих коллег. Порядка 40 лет местная амбулатория в селе Саблинском и не мечтала о таком прекрасном капитальном ремонте. Сейчас же новое освещение, новая мебель, оборудование радует не только глаз врачей, но и посетителей. И хочется даже зайти и посидеть в палате. В 89 лет амбулатория оказывает помощь всему населению – маленьким и взрослым пациентам. Здесь ведут приём врач общей практики, фельдшер, акушерка и медицинские сёстры. Все с нетерпением ждали изменений. Сейчас, естественно, лучше. Тепло, светло, чисто, новая мебель, новое оборудование. Гораздо лучше, чем раньше. Перемены оценили в первую очередь пациенты. Старое, конечно, помещение было такое, ну, то там сыпалось, то там было. Но когда отремонтировали, намного лучше и приятнее заходить в эту амбулаторию. Преобразилось всё – от фундамента до кровли. Работы провели по краевой программе модернизации первичного звена здравоохранения. Не забыли и о покупке нового транспорта и благоустройстве прилегающей территории. Плюс после проведения капитального ремонта краевым бюджетом было выделено почти 5,5 миллионов рублей на замену мебели и оборудования. То есть на сегодняшний день данная лаборатория соответствует тем требованиям, которые предъявляются к первичному звену здравоохранения. Вопрос давно возникал о проведении капитального ремонта. В амбулатории была масса у нас обращений граждан. На сегодняшний день всё, мы эту напряжённость сняли, люди довольны. И сегодня у нас выезжают выездные бригады медиков, которые проводят осмотры и предоставляют свои медицинские услуги. Ремонтируют в Александровском округе и другие медучреждения. Благодаря национальному проекту здравоохранения, который был инициирован президентом Российской Федерации, поддержан губернатором Ставропольского края в рамках реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Возле этот период на территории Александровского муниципального округа были отремонтированы поликлиника села Александровского, больница села Калиновского. А прогулялись по обновлённой амбулатории Аннаид Данилян и Сергей Трегубов. Ставропольское телевидение. Да. Диспансеризацию и профосмотры обсуждаем сегодня в программе «За здоровье» с нашим экспертом Еленой Ерховой рядом со мной. И если начинать наш второй блок программы, со статистики, что здесь можно отметить в плане диспансеризации? Ну, на самом деле, благодаря, наверное, нашими всеми совместными усилиями, в том числе и вашим информационным полем, уже достаточно большое сообщество людей, которые действительно приходят самостоятельно на диспансеризацию. Конечно, мы планируем её. Конечно, у нас в среднем где-то в год мы планируем проводить до 60% жителей нашего края разным профилактическим медицинским осмотром. Сюда входит и диспансеризация общая по возрастам. Сюда входят профилактические медицинские осмотры. Сюда входит углубленная диспансеризация. Сюда входят периодические медицинские осмотры, которые проводятся организованным группам, работающим во вредных условиях труда. Сюда входят также наши силовики. Силовики, у них отсутствует полис ОМС, но, тем не менее, они ежегодно также проходят и полиция, и МЧС, и различные структуры, которые также проходят. Все они входят в это число 60% профилактических мероприятий. Также хочется отметить, если бы к нам пришел 61 или 65%, мы также бы их приняли. И это также с удовольствием оказали бы медицинскую помощь, профилактические мероприятия. Хочется отметить, что на ранних стадиях выявляется более 12-14% из тех жителей, которые пришли на диспансеризацию, впервые выявленных. Я сейчас не говорю о тех хронических заболеваниях, которые уже были у человека, и они находятся в рамках диспансерного наблюдения, коррекции и так далее. Это те, как непосредственно впервые выявлены заболевания, в том числе онкологические заболевания, которые, это достаточно высокий процент выявляемости. Я считаю, что это мы людям подарили возможность обрести, возможность не заболеть и разболеться, а обрести вот как бы качество жизни, это длительное такое. Поэтому это большой на самом деле успех. У нас сегодня, еще раз скажу, развивается медицина семимильными шагами. Несмотря на то, что мы все-таки были последние годы достаточно в непростой ситуации. У нас два года был ковид, теперь сегодня у нас операция СВО. Да, я имею в виду, что все-таки направления финансирования были немножко перестроены. Но при этом мы видим, что в медицине строятся новые амбулатории, ремонтируются поликлиники, закупается новое оборудование, устанавливается флюорографы, маммографы, аппараты УЗИ. То есть на самом деле все все равно направлено, чтобы все-таки граждане приходили и оздоравливались, и хотели любить себя. Да, потому что здоровье – это про любовь к себе. Я с вами полностью согласна в этом вопросе. Но вот если вы коснулись пандемии, тема пандемии, ковида, ковид продолжает жить с нами, уже никуда мы не денемся, сезонное заболевание, так сейчас в эти рамки его загнали. Вот если говорить про углубленную диспансеризацию, и нас, постковидников, потому что большинство из нас, конечно, переболело и не раз. И не исключено, что еще заболело. Безусловно. Вот углубленная диспансеризация, которая как раз-таки нацелена на выявление каких-то внутренних поломок в связи с COVID-19. Ну, во-первых, хочется отметить, что углубленная диспансеризация никак не может помешать проведению простой диспансеризации и профилактического медосмотра. То есть углубленная диспансеризация как раз направлена на то, что пациенты, которые переболели COVID-19, возможно, даже лабораторно им не был установлен диагноз COVID-19, но при этом это были какие-то простудные заболевания, они могут пройти эту углубленную диспансеризацию. Те, кто действительно был установлен уже диагноз, после 60 дней заболевания и далее могут прийти в поликлинику и пройти. Те, кто не установлен был лабораторно, они могут по личному заявлению в учреждение, что я хочу пройти углубленную диспансеризацию в связи с тем, что я буквально там недавно, ну, в течение какого-то времени переболел там простудным заболеванием. Ему также будет проведена углубленная диспансеризация. Опять же, это тоже будет определенный перечень лабораторных обследований. Это будет и спирометрия, это будет так называемая наша в народе сатурация, наверное, все ее хорошо выучили за период COVID-19. Это будет и УЗДГ сосудов. Ну, как мы знаем, что при COVID-19 у нас достаточно часто поражались сосуды, и потом эти сосудистые катастрофы приводили к инфарктам, к инсультам, что, в принципе, и являлось тяжелым осложнением COVID-19. Вроде бы и COVID-19 вылечили, а вот эти осложнения могут так негативно повлиять на свое здоровье. Поэтому углубленная диспансеризация, она немножко как бы в стороне, но она не зависит от другого. Она дает возможность человеку еще раз позаботиться о себе и о своем здоровье. Ну да, если вот спирометрия вы сказали, если расшифровать для наших телезрителей, что это такое, давайте объясним, для чего это нужно, потому что не все понимают медицинскую терминологию. Ну, это объем вдыхаемого воздуха, как работают твои легкие. Да, то есть, ну и... Что может выявить это исследование? Если, ну, объем недостаточен, то это уже дальнейшее, там, это может быть и КТ легких, ну и так далее. То есть, все эти на самом деле, казалось бы, вроде бы простые такие измерения, они показывают изменения в твоем организме, вот, которые дальнейшие требуют твоего внимания и заботы. Ну да, особенно учитывая лонг-ковид, который тоже имеет место. Вот, если говорить про углубленную диспансеризацию, обычную диспансеризацию, профосмотры, нужно ли здесь специально записываться, там, или вставать в какую-то очередь, в общем, как проходит эта процедура сегодня? Ну, максимально все, что мы могли упростить, мы пытаемся упростить. Значит, у нас в каждом медицинском учреждении работа, это может быть и отделение профилактическое, да, и могут быть отдельные кабинеты профилактические. Там вот первичные вот это измерение массы тела, ЭКГ, вот все, что необходимо для того, чтобы уже врач мог изначально начинать оценивать твое состояние, куда тебя дальше направлять. Мы можем это сделать, как записаться через сайт медицинской организации, через госуслуги. Также мы можем прийти по самообращению в течение рабочего дня, по учреждению, в том числе и в субботу. То есть мы также организуем, если к нам обращаются, например, предприятия, учреждения, школы, чтобы выйти за рамки рабочего времени, и мы тоже выходим, организовываем, чтобы это было удобно и комфортно как для предприятия, так и для медицинского работника, чтобы не было общей массы, чтобы максимально сократить и время, и потоки людей разграничить. Поэтому на самом деле мы сделали максимально доступные условия для прохождения. То есть и время по-прежнему, да, можно там часов до семи успеть прийти? Да, конечно. То есть после работы, вечернее время и в выходной день, и какие-то дополнительные там центры, кабинеты, и всё для этого работают? И ещё раз говорю, мы всегда откликаемся на все просьбы. Одни из первых, да не одни из первых, не буду лукавить, мы первые в стране открыли круглосуточный пункт по вакцинации ковида, после этого начала вся страна их открывать. Поэтому это говорит о том, что мы, когда видим какую-то востребованность или где-то какой-то, ну, скажем, недостаточность, то мы идём по направлению к жителям, пациентам. Если говорить о том, какие льготные категории граждан могут рассчитывать на прохождение диспансеризации и профосмотр, профосмотры, несмотря на возраст, ежегодно? Ну вот, если вот подытожить нашу небольшую беседу, то по факту получается, у нас есть льготные категории, но по факту у нас каждый человек попадает под ту или иную категорию и может ежегодно или так, или так, или так пройти. Если льготные, это у нас, господи, естественно, ветераны Великой Отечественной войны, блокадники, у нас есть спасатели после аварии Чернобыльской АЭС, то есть категории эти есть. Но, честно сказать, я уже говорю, ежегодно вы можете или тот пройти профосмотр, или диспансеризацию, или что-то одно, вы всё равно попадёте. То есть в любом случае. Всё равно попадёте. Нужен ли и можно ли взять больничный лист? Вот такой вопрос. Если, допустим, диспансеризация не занимает один день, а что-то, допустим, выявили, и нужны какие-то дополнительные анализы, скрининги проходить, естественно, нужно время, и у нас многие пенсионеры, работающие пенсионеры, вот, и как быть с работой вот в этом ключе? Ну, давайте, мы же пользуемся законами Российской Федерации, нормативной базой, поэтому диспансеризация, она предусмотрена для людей здоровых. Соответственно, больничный лист здоровым людям не выдаётся. Но если мы говорим о выявлении, да, о каких-то уже процессах, ну, например, болезни какой-либо выявлены и нужно дообследование, то, конечно, тогда уже мы занимаемся, в том числе, возможно, и госпитализация плановая, чтобы полностью провести, ну, всё будет зависеть от ситуации. Но, конечно, первый день диспансеризации, конечно, больничный не предусмотрен, для этого государство предусмотрело один оплачиваемый день. Ну, кстати, пенсионерам и предпенсионного возраста можно уже два рабочих дня бесплатно ежегодно. Как действуют медики при обнаружении чего-либо, каких-либо отклонений в здоровье? Это какая-то продуманная маршрутизация? Ну, в общем, вот здесь хотелось бы поподробнее понять. Ну, у нас не может быть непродуманной маршрутизации. У нас всё-таки болезни, мы уже понимаем, куда мы поведём этого человека, к эндокринологу, кардиологу или к какому-либо другому. И, соответственно, от того, куда человек будет направлен, и там уже мероприятия, которые будут дополнительные. Ну, кардиолог может быть назначить суточный монитор, ну, я к примеру говорю, да, невролог может быть назначить, когда там позвоночник отдела, ну, я к примеру, или ещё какие-либо. Поэтому маршрутизация, конечно, разработана, все доктора. Ну, для нас это, скажем, обычный образ жизни, мы все всё знаем, как действовать в этой ситуации. Это, может быть, сегодня мы направили к кардиологу, а он подключит ещё дополнительно эндокринолог. Ну, да, мультидисциплина. Конечно, тут настолько у нас нет одинаковых пациентов, нет одинаковых болезней. У нас каждый пациент, он индивидуальность. Чем диспансеризация отличается кардинально от профосмотра? Или нет такого как бы кардинального отличия? Ну, да, что входит в диспансеризацию, что входит в профосмотр, и как понять, что тебе именно подходит сегодня? Ну, я бы не сказала, что там есть кардинальные отличия, да. А то, может быть, в профосмотр не входит ЭКГ, или какие-то небольшие изменения. Но, опять же, скажу, что если какие-то мы видим изменения, то это будет дополнительно всё назначено за рамками профмероприятий. То есть, ну, это никак не ограничивает наших пациентов узнать о своём здоровье. Угу. Вот все анализы, которые собираются, как правило, у медика, у врача-терапевта при прохождении диспансеризации, профосмотров, ну, в любом случае нужно прийти ещё раз для того, чтобы, ну, как бы, врач делится этими анализами. Может ли он дать тебе их на руки? Ну, для того, чтобы у тебя был этот пакет пройденных анализов, ну, на всякий случай, чтобы ты видел, что мог сравнить, к примеру, УЗИ там прошлого года, УЗИ этого года, ну, как один из примеров. Ну, конечно, у нас сейчас, давайте я отвечу на поставленный вопрос, потом немножко порассуждаем. Ну, во-первых, к вам обязательно придут результаты вашего диспансеризации на госуслуги. То есть вы уже увидите, можете их там. В принципе, обязанности выдавать на руки все анализы у нас такой нет. Но при вашем заявлении мы можем выдать копию этих результатов. Ну, это связано в том числе, что медицинская документация является документацией медицинского учреждения. У нас также есть контролирующие органы, которые это всё, поэтому она хранится. Ну, копии пациенту, я думаю, вполне достаточно будет. Копии нам, да, позволить, мы по заявлению мы можем выдать копию. Ну, я всегда, когда мне пациенты обращаются, раз, у меня же и родственники, знакомые такие же есть, я хочу сделать УЗИ, я всё время у них спрашиваю, вам это для чего? Вы это в рамочку, на стеночку будете. Вам же всё равно нужен врач, чтобы прочитать результаты и сказать, что дальше с этим делать. Поэтому мне всегда это вызывает немного улыбки. Я призываю всех пациентов никогда не назначать себе самостоятельно каких-либо... Самодиагностей. Да, особенно КТ, у нас любят МРТ, это тоже, извините, рентгеноблучение, не надо использовать его много. Он должен быть по направлению для какого-то результата получения. А просто вот, ну, я хочу, чтобы у меня было КТ, или МРТ, или УЗИ, но я считаю, что это бесполезно. Бесполезно. Спасибо большое. К сожалению, время нашей программы подходит к концу. Может быть, не все вопросы успели обсудить, но я думаю, что не в последний раз в этой студии. Увидимся. Я вас благодарю. Приходите ещё, рассказывайте и просвещайте. Спасибо большое. И вас благодарю, что всё это время были с нами. Не уходите. Я вас оставляю с нашим замечательным психологом Андреем Прилатовым и новой рубрикой «Фрейдзона». Увидимся. Как найти психолога, работа с которым подойдёт именно тебе? Интуиция. Только интуиция, на мой взгляд, субъективная. Это интуиция, которая срабатывает быстрее, чем наш рациональный мозг. Рациональный мозг может срабатывать на рекламу, на популярность того или иного психолога или терапевта. И мы себе рассказываем, что да, действительно, если он такой модный юбилейный, ведёт блог, значит, этот терапевт обязательно круче других. Знаете, нет. Интуитивно, смотрите, иногда интуиция подсказывает даже по фотографию, по голосу, по тому, что говорит психолог. Можно прийти, конечно, на сессию и либо получить подтверждение своему выбору, ну, либо методом надкусывания в поисках терапевтического альянса. То есть, ходить и смотреть тот психолог, который отзовётся. Но мне всё-таки кажется, что интуиция – это самый главный фактор во всём этом. Потому что психолог – тот человек, с которым вы работаете и открываетесь друг к другу. И это такой действительно настоящий альянс, когда два человека идут к одной цели. Один, можно сказать, проводник, вот, а второй, которого держат за ручку, и он вместе, вместе, вместе они идут. Это очень такая вот глубокая, интересная история. Поэтому я думаю, тут всё-таки надо идти вот интуицией. Редактор субтитров А.Семкин